Они мне просто включили гимн Украины на телефоне и просто начали взламывать мой телефон. Еще сказал такую шутку в конце. Ну вы же на меня не обижаетесь. Вы просто одна из списка, который у меня есть. И я буду продолжать это делать. Обобрали как липку. Просто по телефону. Эту жительницу Барановичей, назовем ее Татьяна, обманом вынудили взять несколько кредитов. Звонившие разыграли спектакль по ролям. Представились банкирами, которые якобы разоблачают недобросовестных коллег. Якобы на мое имя оформлен кредит. И для того, чтобы эти заявки аннулировать, нужно произвести в этих банках проверку. И деньги мошенники получили, но решили использовать доверие по максимуму. По их словам, вымышленные обманщики Татьяны, те, которые якобы пытались получить на ее имя кредит, оказались не в банке, а в военкомате. Мне нужно взять канистру бензина и идти туда, к этому военкомату. И спровоцировать их якобы на выход из военкомата. А это уже настоящий экстремизм. Тут-то Татьяна все поняла и от такого плана отказалась. Вот и услышала в трубке гимн незалежной. Похоже, аферистам больше нечего скрывать. После этого он сказал обличь бензином заднее колесо правое и полить. Мужчина так и сделал, пойдя на поводу голоса в телефоне. А до этого еще и оформил по указанию звонившего кредиты в пяти банках на 19 тысяч рублей. Что им двигало, понять не может до сих пор. Но слепо выполняя поручения, из жертвы он стал соучастником опасного преступления. Невообразимо. Но еще одна жертва мошенников по указанию голоса из трубки даже продала квартиру, а после и подожгла автомобиль милиции. Доводы неизвестного абонента все те же. Да, они меня понимают, как сказать, обвини в окру пальцев. И таких случаев меньше не становится. Пугает другое. Из обычного разводного криминала они превращаются в дела посерьезнее. Каждый звонок в МВД тщательно анализируют. Во всех таких эпизодах фигурируют три стороны. Звонивший злоумышленник, потерпевший и банк. Действия и бездействия третьей стороны вызывают у правоохранителей обоснованные претензии и, как говорится, накипело. Мы готовим ряд документов в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки сотрудникам некоторых банков, которые ненадлежащим образом, либо совсем не исполняли свои обязанности. Хватит зарабатывать на наших пенсионерах. Давайте выстроим инструктивный диалог. Мы будем искать юридические препятствия и кузаистику и начнем их защищать. Людям постоянно рассказывают о разных сценариях работы телефонных мошенников. Казалось, все они хорошо известны. Мы и сами сняли не один сюжет, но голоса в трубке не умолкают. Милиция буквально идет в народ. Точнее, на очередной серьезный разговор с работниками банка. Туда же и спешит Инна. Несколько часов назад ей позвонили со скрытого номера. Представили сотрудниками милиции, главного управления Минска. Чтобы я не сомневалась, мне в телеграм прислали свои документы. Я прочитала, убедительно говорила все. Я такой-то сотрудник, я там-то, там-то работаю, удостоверение. Проверьте, позвоните. Я посмотрела. Ну, думаю, ну не разводят точно же. К слову, инициалы и фотография реальных сотрудников. Все остальное фальшивка, как и сам повод для звонка. Оформляете кредит на почти 9 тысяч рублей. Собрала котомочки и поехала. Все это время мошенники держат жертву на проводе. Не дают подумать. Заверили, что она участвует в секретной операции. Вот это заявление мне прислали. И попросили установить программу удаленного доступа для смартфона. Мол, если все решится положительно, можно будет быстро вывести деньги со счета. Так, ноги и привели Инну в банк. Ей повезло. Подозрительную нервозность клиента заметил сотрудник милиции, который случайно оказался в нескольких метрах. По внешнему виду женщина было видно, что она волнуется, находится в некоторой растерянности. В ходе общения с человеком мы поняли, что она поддалась на уловки мошенников. В это время телефон Инны был под полным контролем посторонних. Они оформляли онлайн-кредит. Сообщения от банка с предупреждением о мошенниках и заветном коде все приходили и приходили. Никому не сообщайте код, только мошенники запрашивают коды. Милиционер тут же избавился от программы удаленного доступа. Каждая минута дорога. Если мы где-то начинаем проседать, то это идет в копилочку мошенникам, а нам это в последующем негативные последствия. Поэтому действовали сразу по месту. Если человек идет на такое, он волнуется. Это видно. Это видно по тому, как он сидит, например. Ему трудно спокойно сесть, откинуться. Обычно, когда есть места перед столом банковского служащего, где можно просто посидеть, он не будет сидеть спокойно. Мы под видом клиентов посмотрели работу сотрудников в отделении того самого банка. Огляделись по сторонам. На стендах никаких предупреждений. Никакой литературы нет. Никто никому ничего не предлагает посмотреть. И видеороликов на теле тоже нет. Так и в других банках сотрудники увлечены оформлением документов клиенты в ожидании. У сотрудников банка мотивация, это вопросы их оплаты, они привязаны к выполнению определенных показателей. И эти показатели не только количественные, но и как качественный показатель качества выданных кредитов. Когда я работала в банке, у меня клад был 700 рублей. Все остальное – это премия. Большая часть – это план по выполнению плана по кредитам. Мне надо было закрыть за месяц 100 тысяч. Но мы только подаем же заявку. Да, стараешься сделать больше, но не мы отобряем. Можно завысить доход, но боятся, но делают. Зачастую, чтобы оформить рассрочку на товар в крупных магазинах, проверят массу личных данных. Разве что медицинскую справку не потребуют, отшучиваются некоторые. А вот в банках порой бывает наоборот. На последний пример пенсионер приходит в один банк, ему беспрепятственно дают кредит, он берет недостающую сумму, кредитует во втором банке, в третьем. И через несколько дней он добирает эту сумму в четвертом банке, уже в другом городе. Поэтому мы сегодня говорим о том, что мы должны бороться с этой проблемой все вместе. Я посмотрела, что идет пополнение, и сумма очень большая, 8 тысяч. И я начала интересоваться, кому вы переводите деньги. Они молчат, то есть женщина находится на телефоне. Конечно же, с кем-то разговаривает. Я интересуюсь, с кем вы разговариваете. Анна не выдает кредиты, а просто помогает с выбором услуг на входе в отделение. Каждому задаю вопрос, что нужно, что необходимо, какая операция. Но уже с порога среди посетителей выявило несколько человек, которые едва не стали жертвами телефонных мошенников. Анна, бывший пограничник, говорит, навык помогает. Мы тоже работали очень на большом потоке людей. И все-таки есть эта привычка, находясь в зале на рабочем месте, следить за каждым, кто что делает. Это видно, когда человек делает что-то как можно быстрее хочет. Давайте, давайте, давайте. А мошенники всегда стараются подгонять человека. Если оформление или выдачу денег поставить на паузу, это существенно осложнило бы жизнь аферистам. На сегодняшний день рекомендовано минимум сутки. Период между принятием решения о выдаче и фактическим движением денег в сторону уже клиента. Это временной лаг, чтобы это был период, в течение которого человек, который действует по принуждению, смог осознать свои действия. К сожалению, для большинства рекомендация так и осталась рекомендацией. Время в прямом смысле – деньги. Банки стараются ускорять процедуры, чтобы клиент был доволен. Этим и пользуются злоумышленники. Поэтому о личной бдительности забывать не стоит. Тут-то и актуальна народная мудрость. Лучше семь раз отмерить, один отрезать. Точнее, оформить. Александр Плескачев, София Бережная, Кирилл Липовик, Никита Сташков, Никита Алисеенок, ОНТ.